Радио Вера 9 часов 9 минут у нас в Ванкувере Очень много мнений Информационная война между Москвой и Киевом продолжается И Радио Вера невольно становится Участником этой информационной войны Конечно бы не хотелось быть участником Но все-таки быть с трибуны Для высказывания точки зрения Вот очень хочется Поэтому если у вас есть отличная точка зрения Пожалуйста звоните к нам в студию Эмиль Крупник Замечательный украинский бард Композитор, поэт Исполнитель, журналист Он надеюсь сейчас с нами есть на связи Эмиль вы меня слышите? Я вас слышу прекрасно Ну Эмиль мы вас Очень хорошо слышим По крайней мере вот сегодня у нас Будет попытка пообщаться по скайпу И надеюсь это Да надеюсь эта попытка у нас Сегодня получится Итак Эмиль я не знаю Или вы слышали Сегодняшний наш эфир Когда у нас сегодня был Дмитрий Бабич из Москвы Вот агентство Киселева Россия Тодэ Вот Дмитрий Бабич является Он является обозревателем этого агентства Агентства И отличная точка зрения Ну от того что очень часто Я например читаю в интернете Вот общаюсь с своими родственниками Друзьями которые находятся в Украине Вот у него совершенно другая Совершенно другая реальность Вот он живет другой реальности Вот скажите Вот чья реальность более правдива? Ну агентство Казаваемое российскими СМИ Она как мне кажется совершенно виртуальна То есть по принципу Геббельса Чем больше лжи тем сойдет за правду скорее Причем откровенной К этому относятся вчерашние например сообщения О 37 процентах голосов за Ярош То есть когда побеждал Порошенко В Москве почему-то сказали о том Что побеждает лидер Националистического правового сектора Дмитрий Ярош И даже показали таблицу Несуществующую таблицу Национального вебсайта Причем меня это удивило Поскольку сегодня интернет доступен очень многие В Москве и в России Все таки ну все читают интернет И видят что это все неправда То есть первый канал вот лгал Я думаю что все таки Это пропагандистский как бы посыл Российских СМИ Телевидение направлен в первую очередь На тех кто мало в интернете Сидит или не читает Кроме того я думаю что Для того чтобы найти в интернете Про объективную информацию Надо постараться Надо предпринять какое-то усилие А если человеку комфортно воспринимать То что он слышит телеканалов А потом сидеть и транслировать Это в социальных сетях Не заглядывая ни на новостные порталы Объективные там или те же украинские Русскоязычные и так далее Таких большинствов Сегодняшней России Даже интернет пользователи Это видно по дискуссии Ну вот о чем говорит Дмитрий Бабич Ты о том что ущемляют в Украине Все таки вот запад Он говорит преобладает Западные вот лидеры Западной Украины Они сегодня являются лидерами Украины Не дают возможности Донбассу И восточной Украине выразить свою точку зрения Хотя сегодня мы говорили с Одессой В Одессе вот однозначно наш гость Заявил о том Который является по сути и русскоязычным И пророссийским он заявил о том Что вся Одесса поддерживает Петра Порошенко Вот Эмиль вы жили в Израиле Вы родились в Черновцах Вы сегодня живете в Киеве Вот вас ущемляет Вы говорите на русском языке И являетесь евреем Вас ущемляют сегодня в Украине Националисты или нет? Я устал объяснять что нет Это уже по-моему тривиально Конечно нет Никто не ущемляет Ну смешно Смешно говорить Я даже как-то так сказать Перечислил так сказать Во время так сказать Вот Майданного противостояния И последующие победы Во время так сказать Разгула фашистского Майдана Как я говорю И последующие победы Так сказать национал Фашистской хунты В Киеве Я умудрился Каким-то образом А. Дать 16 января В синагоге Галецкой Киева Концерт еврейских песен своих И так далее Б. Сняться на самом Майдане В ролике Ко дню независимости Израиля Мы сделали Украина поздравляет Израиль С днем независимости Ролик такой креативный На Майдане я в нем снимался Вот Сыграть в спектакле Пуримшпиль В той же Галецкой синагоге Написав для него песни Открытые так далее Вот как я умудрился Это сделать во время Фашистского Может вы грим одеваете И вот на украинский Переходите сразу Вот честно говоря Нет Я прекрасно владею Украинским языком И пишу там Часть песен У меня на украинском языке есть Но вот этого Как раз Не приходится делать Кстати вот Эмиль У вас есть на самом деле Это песни на украинском языке В вашем репертуаре И вот в последнее время Вы пишете На вот Тему еврейско-украинских Взаимоотношений А вот Статьи Которые вызвали Особый резонанс Вот если можно Вот расскажите об этом И почему Ваши статьи Не вызвали резонанс Что там такого Ну еврейско-украинские Отношения Это очень болезненная Безусловно Тема До сих пор И для многих Так сказать Со стороны еврейской Со стороны украинской Вот И историческое прошлое И так далее И тому подобное С одной стороны Ну и очень будоражащая Очень сама по себе Скандаль То есть я считаю То есть я считаю Что этот диалог На эту тему Должен Когда-то состояться Возможно Сейчас Не время И именно Эту позицию Я выразил В этих статьях Если коротко То позиция такая Да есть проблемные вещи С каким-то там Участием Украинцев В акциях Уничтожения евреев Там Есть проблемные вещи Эти действительно Они болезненные Но вот Сейчас Когда вот эти события Происходили То я очень часто В еврейской среде Особенно вот Среди эмиграции Еврейской Сталкивался С такой позицией Что вот Украинцы Все антисемиты Все фашисты Вот в истории Было то-то-то-то-то Там Начиная Богдан Смемницкий Петлюра Бантера Вот и сегодня Все им верить нельзя Поэтому вот К Майдану Ко всем этим Вещам Резко отрицательное Отношение Вот приблизительно Такая аргументация Не вникая дальше Так я вот Пытался в этих статьях Выразить такую мысль Что сегодня Совершенно другая ситуация Что антисемитизм Реально не является Фактором Сегодняшней Вот этой Украинской революции Как таково То есть Какие-то есть Маргинальные там Группы Как в любом Движении Да Революция Значит Антисемитизм Реально не является Фактором Этой революции Все как бы Изменилось В украинско-российском Конфликте Который сейчас Происходит Моральная страна Очевидно На чьей стороне Мы евреи Сейчас Мы евреи Сегодня сильнее Украинцев Что ли Они только в начале Своего Так сказать Государства Создания Так сказать Своего Становления Как нация Государства Как политические У нас Есть Развитое Сильное Наше Государство Которое Благодаря Нашему Национальному Движению Сионизму То есть Национализму Еврейскому В хорошем Смысле Было построено Было Укреплено И продолжает Так сказать Быть крепким Небедным И выдерживать И отстаивать Себя Так сказать В конфликтах Так далее И тому подобное Мы сегодня Другая ситуация Мы сильнее То есть Мы должны Протянуть Какую-то Морально Хотя бы Вот я считаю Моя позиция Руку помощи Сказать Разберемся Потом Кто там Когда Кого Что Сегодня Такая ситуация Отложим Этот разговор Не будем Вот сегодня Нехорошо Они слабые Это вот Говорилось Здесь Например Путин Взял Пришел Забрал Крым Который Плохо Лежал Потому что Воспользовавшись Слабостью Украин Точно так же Воспользовавшись Слабостью Украинцев Сегодня Еще и Тыкать А вот Вы когда-то Нас уничтожали А вот Бандеровцы Там Такие Сякие Или прочее И так далее И это Вообще Сложный вопрос Насколько Именно Бандеровцы Уничтожали И Да Украинцы Безусловно Были И служили В немецкой Полиции Но все Народы Так или иначе Связаны Почему Украинцы Вот С Холокостом Что-то Особенно И так далее Но я даже Не хочу Сейчас В это Углубляться Я знаю Какая буря Сейчас Поднимется Я просто Вот В этих Статьях Высказывал Мысль Которая Спорная Многим Естественно Кажется О том Что Давайте Ребята Поддержим Обращаясь С евреем Давайте Ребята Поддержим Давайте Отложим Вот Эту Сторону Когда Украина Окрепнет Как Государство Станет Сильной Сильным Нормальным Государством Европейским Цивилизованным То тогда Безусловно Этот разговор Состоится И будет Возможно Какое-то Покаяние Будет Какой-то Пересмотр Какая-то Историческая Оценка Вот этих Исторических Событий Объективная Уже Дана Неискаженная Российским Конфликтом Противостоянием Эмоциями Подавленного Народа Который Там Долгого Не имел Независимости Украинского В данном Случа И еврейского Тоже В этой Ситу Ваших статей Жида Бандеровщина Как она есть И Бандера Евреи И день Сегодняшний Вот скажите Сегодня Очень много Говорят о том Что Идет Антитеррористическая Операция На Донбассе И в Луганской Области Против сепаратистов И пособников Которые приехали Из России И по сути С оружием С оружием Борются Против Украинской Армии Украинских Властей Скажите Сегодня звучат Голоса о том Что лучше отдать Донбасс Отдать Луганскую Область Потому что Выборы показали Что нет Крыма Нет Донецка Нет Луганска И вся Украина Проголосовала За европейский Выбор А вот если бы Все участки были Открыты в Луганске В Донецке И в Крыму Тогда Второй Янукович Появился бы На небосклоне И вот там Тегипка Или Допки Они бы набрали Больше голосов Что вы думаете По этому поводу Не больше бы Наверное Набрали Но все равно Не настолько больше Чтобы изменить Принципиальную картину Как мне кажется Принципиальный результат Скажите Где вы Видели государство В мире Которое себя уважать Хочет И хочешь Чтобы его уважали Которое Легко Даже будучи слабым Не отстаивает Свои территории На которые Посягают извне Тем или иным способом Это обязанность Государства Любому Сказать Мы сделали Все что могли Чтобы отстоять Да С Крымом Так получилось Естественно Я тоже поддерживал Действия Значит Тогдашнего Правительства О том Что надо Промолчать Отдать Тут Это было Тактически Было правильно Хотя С точки зрения Национального унижения Конечно страшно Ну и Лукашенко На прошлой неделе В интервью Собчак По-моему Заявил о том Что Даже будучи Другом Путина Если вот Путин сунется В Беларусь То он будет С оружием в руках Защищать Беларусь Неважно Кто нападет Ну и как бы Не относиться К Лукашенко Это единственно Правильная позиция Как мне кажется Государства Любого Так сказать То есть Территориальная целостность Это В определенном смысле Вещь Так сказать Из базовых Из основных Так сказать Ну а тогда Зачем государство Если все равно Пришел сосед Посильнее Оттяпал кусок Хорошо А мы На оставшемся Дальше придем Последний аппетит Растет И у других соседей Тоже А мы оттяпаем Это начало Конца А что же делать А что же делать С гражданами этого государства Которые вот так вот читают Которые верят Скажем Ну Средствам массовой информации Другой страны Которые вот утверждают Что Это Не антитеррористическая операция Это Вот против своих братьев Оружие подняли Ну и так далее Так далее На востоке страны Вот люди что верят этому Давайте разберемся Кто этому верит Ну вот как мне кажется У меня есть знакомый человек Славянский Живет Я с ним на телефонной связи У них там отрублены Украинские каналы Только российские Там остались У них Интернет очень плохо ловит Можно зайти Тяжело И так далее Вот Тем не менее Значит Я этому человеку Почти каждый день Звоню и рассказываю Что передают Вообще СМИ По интернету Я ему рассказываю По Тому что у них происходит Они отрезаны Там Они не видят И не понимают Ну то есть Вплоть до того Выходить сегодня На улицу Я ему говорю Или нет Так Но говорят Они отрезаны От источников Информации У них заблоки Значит Что мне Рассказывает Чего только вчера Что появилось Очень много Чеченцев Дагестанцев То есть Людей Кавказской Национальности И так далее Которые проверяют Документы На постах Которые Значит Там Людей Которые По улице Ходят Там Останавливают Документы Проверить И так далее И тому подобное Это Я из первых рук Рассказываю То что у меня Вчера вечером По телефону Про славянск Было Рассказано И так далее И тому подобное Значит Им там Очевидно Что это Приезжие И что это Чужие То есть Они боятся Это другой вопрос Конечно Но им очевидно Что это Приезжие И что это Чужие С оружием В руках К ним Приехали Что там Там в начале Насколько Вот мне Рассказывал Человек Там в начале Было То есть Была эйфория Да Они помогали Продукты Насили И так далее И так далее Вот этим военным Которые приехали Из России И туда В славянские Были бабушки Да Но в начале Там действительно В этих соединениях Какие-то местные Маргиналы Там бомжи Всякие Алкаши Местные Такие Шатающиеся Без дела Приняли участие Надели формы Дали автоматы Они там Качали Но сейчас Уже их нету Потому что Около от них Было мало И приезжие Приехали профессионалы Эмиль Вот выиграл Петр Порошенко И всех удивил Феномен Вадим Рабинович Он набрал больше Голосов Чем Тегенбок Или Ярош Насколько мне известно Вот это Самый замечательный Пакт По итогам Этих президентских Выборов Я считаю А вы за кого Голосовали Я позволю себе Не сказать вам Этого Сохранить Это втайне Вот Но не за Рабинович Тут не в этом дело Вот Но Вопрос вот В чем Самый замечательный Факт Вот почему Потому что Это говорит о том Более того Мой другой товарищ Был в избирательной Комиссии Села Подверно Село Подверно Это Новоселецкий район Черновицкой области Вот Село Украина Хотя там Смешанная Украинская Молдавские края Новоселецкий район Вы знаете Вот Но село Украинское Чисто Украинское Вот он мне позвонил И радостно сообщил Сегодня утром Говорит Представляешь У меня Говорит В селе 15 человек За Чегнебока Проголосовал Говорит И 28 За Рабинович Потрясающе 28 человек Потрясающе В селе Украинском На Буковиде Значит Вот 28 Всех Говорит За Рабинович И 15 За Чегнебока Нет Ну Безусловно Это говорит о том Что происходящие События Сегодня в Украине Мне кажется Этот факт Первый вот Вот о чем говорит Что происходящиеся События Сегодня в Украине Вот революция Смена власти Или Реформы Конфликты И так далее Не несут Никакой Национальной Этнической Окраски Несмотря на то Что этому Пытались Там Предать В начале И так далее И вся российская Пропаганда Пытается Это изобразить Вообще Не несут Окраски Это социальная Революция Можно относиться К ней как угодно Это социальная Революция Вот этот факт Подтвердает То есть люди Голосуют Не по национальному Признаку Вообще Эвили А вот Песня Я знаю о том Что вы Записали песню О еврейском Курине Да Вот что Такое И вот если можно Вот маленькую Небольшую Историю Дело в том Что вы знаете Так сказать Поскольку Всем известен Вот этот дискурс Что во время Украинских Национальных Восстаний Борьбы За независимость Все время Были еврейские Погромы Уничтожение Евреев И так далее Мало кто знает Что бывали В истории И обратные моменты То есть Совместные борьбы Евреев и украинцев За независимость Украины То есть евреи Воевали вместе С Бандерой Да Ну Тогда Бандеры Не было То Это была Значит Во время Гражданской Войны Первой мировой После Первой мировой Да То есть Собственно Говоря Дело в том Что тогда Так стать Была Украинская Народная Республика Там Несколько Месяцев Год Существовала На востоке Украины Ну там Петлюра Был Значит Правительство Директории И так далее А на западе Со столицей Во-Львов Была Зонер Западно-Украинская Народная Республика Значит Которая При распаде Австро-Венгрии Образовалась И там Значит В январе 2019 года Они подписали Соглашение И несколько Месяцев Существовали Как Единая Страна Значит Акт Злуки Так называемый И так далее Вот Это была Короткая История Украинской Государственности Вот 19-20 Годы Так вот В этот Перед В Сонер Была Украинская Галыцкая Армия Своя Значит Которая Воевала На два Фронта Против Поляков Значит На западе И против Большевиков На востоке Которые Захватывали Украину Эта Украинская Галыцкая Армия Составляла В основном Из Украин Из военных Которые Прошли Украинские Части В Австрийской Армии В Первой Мировой Войне Вот Так Скажем Называли Сечевые Стрельцы УСС То есть Украинские Сечевые Стрельцы Сечевые Стрельцы Значит Это были Украинские Национальные Формирования В Австрийской Армии В Первую Мировую Войну Вот Военные Они Составили Основу Этой Армии Что Случилось В Тернополе Значит Поляки Устраивали Поляки Во Львове И в Тернополе Устраивали Еврейские Погромы Потому что Евреи Там На Западной На Украине Поддержали Украинцев Против Поляков Это факт Малоизвестен Мало Сегодня О нем Говорится Устраивались Сити Довольно Сильные Еврейские Погромы В частности В Тернополе Один Бывший Поручик Австрийской Армии Еврей Соломон Лайнберг Организовал Еврейскую Народную Милицию Так Это Называлось Отряды Самообороны Против Польских Погромщиков Впоследствии Когда Власть Стала Украинская Зумна Образовалась Он Предложил Свои Услуги По Созданию Еврейской Части Украинской Галецкой Армии Таким Образом Был создан Еврейский Куринь Или Батальон По-нашему Говоря В составе Украинской Галецкой Армии Которым 1200 Евреев Добровольцев Насчитывал Под руководством Соломона Лайнберг Который Участвовал В боевых Действиях За Украину Против Поляков Против Большевиков Когда Был Поход Украинской Галецкой Армии На восток Они Дошли До Киева И Этот Курин В составе Их Этот Курин Например Насколько Мне Известно Один Раз Даже Когда Захватили Они Винницу Отбили У большевиков То Он Там Полностью Контролировал Поддерживал Порядок И так Далее И Наказывал Погромщиков Потому что Петлюра Указы Против Погромщиков Писал Но Они Не Всегда Выполнялись Люди Там Делали Погром Тогда Кстати На Западе Украины Погромов Не Было Во Второй Мировой Наоборот А На Востоке Были Ну Это Дальше Армию Разбили То Большинство Людей Погибли Но Многие Значит Остались Живы И В конце Концов Остатки Этого Куреня Самостоятельно Пробились В Одессу Захватили Пароход И Уплыли В Палестину И Там Влились Уже В движение Сианистское Борьбу В Хагану Борьбу За Это Вот Такая Вот История Которая Реально Случилась И Я О ней Узнал Очень Давно Еще В 91 Году Я Тогда Написал Песню Которая Стилизована Под Такую Украинскую Балладу О Сычевых Стрельцах Это Целый Жанр Есть Песни Сычевых Стрельцов Знаменитая Самая Ой Улузи Шервона Колына Это Баллада Украинских Сычевых Стрельцов И Я Стилизовал Под Эту Балладу Песню Еврейский Корень В общем Худ Звучал Значит Поменялся Контекст Употребления Этого Слова И так Далее Я Называю Это Еврейский Курень И так Далее И Вот Это Такая Песня Написана Мною Еще В 91 Году Исполненная На фестивале Червона Рута 91 Запорожье Была За которой Я Стал Лауреатом Просто Прошло Много Лет Я Жил В Израиле После Этого Как-то Было Некого Песни А сейчас Захотелось Опять Я ее Переписал Заново Исполняю Теперь Звучит И так Далее Это Принцип Подчеркивать Вспоминать Хорошее Что было В истории Между Украинцами Эмиль Я предлагаю Послушать эту Песню Еврейский Курень А вам Большое Спасибо За Сегодняшнее Общение Надеюсь Мы вернемся К общению С вами На самом деле Очень Интересные Факты Вы Раскрываете До встречи Эмиль И всего Самого Доброго До встречи У нас в эфире До свидания Спасибо Ну что ж Дорогие друзья Еще раз Эмиль Крупник И еврейский Курень У нас Так Было Едналося Сердцами За Одну Шервоную Колыну Спильна Доля Сплетених Корень Поруч З Украинцями Стрельцями Разом И за Волю Украины Йшов Еврейский Бойовый Курень Понад Полем Свежий Вітр Вієм Мазепинки Та Петлиця Хружий Бог Поможе Доля Вимага Стрельцями Гейми Стрельцями 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 Янкель Сотник И Натан Хружий Перший Корпус Славної Уга Стрельцями Свежий Петлицями А Стрельцями Стрельцями Георги Украин Примовонщины Больовый И как когда-то от Рима и Удею, так теперь от врага Украину будем, будем, будем воронить. Кто ж то винен, так судила доля, спільна воля, вшен була розбита, хоч той птах був майже у руці, у землі, Шо стогне ще від болю під хрестами і зірками Давида, лежать хлопці січові стріліці. І шли роки насильства, і омани нас ділили, знов над нами панували хтось когось, Кудись за чимосів'ю. Ну а я, онук стрільця Натана та мій друг, онук стрільця Івана, Що ми знали про своїх дідів. Ну-мо, геть всі вигадки, образи, Чи то звук пустий, дідівська слава, Чи не досить болю, голя, лих. Гейно, браття, підіймаймось разом за Україну, Вільню, державу, та за долю віну для усіх. Дякую за перегляд!